Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Замапучи на уровне сложности Божество на стандартной скорости. Огромная карта, 20 цивилизаций. В общем, интересно. Чё тут говорить? Если вы пропустили начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу. Спасибо им за поддержку. А вкладки сообщества, если вдруг ещё не нашли. И напоминаю, пожалуйста, не забывайте делать клипы и бросать ссылки на клипы в описании. Потом я из этого всего соберу маленькое видео. Ну что ж, выключаю свою милую рожу и продолжаю гнобить Россию. Тут мы захватили Гамбург. Это ещё плюс к алюминию. Поэтому я самолёты... Ну, ещё надо будет купить, строить. В общем, в Нгулу я, наверное, продолжу самолёты строить. Так, ничего мы тут не удаляем. Этими самолётами мы уже постреляли. А этим и этим даже постреляли. Окей. Ну, пойдём дальше. Вот Ахин уже так отваливается, в принципе. Наверное, может быть и не стоит его трогать. Кстати, Россия у нас не в золотом веке, да? У нас только инки в золотом веке. Я плюс 10 не имею, но с самолётами этого и не надо, в общем-то. Чё тут? У нас и так всё зашибись. Давайте тут лесопилки делать. Кстати, вот этим археологи начало здесь выкопаем, чтобы можно было тут лесопилки делать, а потом уже пойдём туда. Пушечка едет в армию соединяться. Так, сделали строители. Надо ли мне канализации делать? Я думаю, что я в демократию пока не пойду. Чисто в коммунизм. Ну и, соответственно... Хотя тут жилья мало. А вот как раз для пригорода тут нету места. С другой стороны, медленно растёт город. Тут ещё, то есть, как минимум, три жилья. Давайте, наверное, нет. Давайте не будем. Пушки у нас две есть. Давайте посмотрим список юнитов. Два корпуса пушек у нас есть. И две пушки для армии идут. Дальше. Кирасиры корпус. Надо кирасира, похоже. Надо два летучих отряда. С мушкетёрами мы, по-моему... Да, тоже у нас по одному мушкетёру идёт. Значит, кирасиры. Один кирасир, два летучих отряда и малона. А у нас стоит как раз пока на антикавалерийских юнитов. И у нас кавалерия вообще не открыто даже. Ну, карточка на кавалерию. Ускоряющая. Ну... Тем не менее, буду делать кавалерию. Может, тогда лучше не кирасиров, а действительно летучие отряды, потому что они меньше требуют производства. Просто не такие большие потери получатся. Вот здесь бы я продуктовый рынок сделал. Так, во Франкфурте маяк. То есть мы можем... Караванчик. Ну-ка. Откуда у нас... Самый дорогой... Из Гамбурга в Куско. 41. Нифига себе. А что у нас так из Гамбурга... Круто крану давайте. Почему нет? О, блин, не хватает. 435. Ну, не буду я строить. Ладно. Не буду я строить. Ильф Кампус на плюс 2 здесь есть. Кстати, можно здесь экведук поставить. А потом здесь промышленную зону, когда я здесь дамбу сделаю. А для соседства с Гаманью тут еще может быть какой-то. Ну, давайте экведук. Почему нет? Здесь, кстати, ничего уж удалять не надо будет. Тут просто ферма. То есть я смогу просто сразу там дамбу бахнуть. Просьба о помощи завершена. Всемирный конгресс. 4 очка дипломатической победы. Бегаси. Так я тут впереди. Ну, это может за постройку просто статуи свободы дали. Очки дипломатической победы. Подожди-ка. Тут у нас пряности и вино. Можем поторговать с Римом. Это очень хорошо. Кстати, можем сейчас этого посла? Ваша могучая армия наглядно демонстрирует, что вы проявляете понимание как истории, так и государственного управления. Вы правите на благо своего народа. Меня прикалывают, что тут толпа колумбийских апостолов пришла. Вот где Колумбия и куда они приплыли вообще. Не слишком ли далеко? Сейчас будем лабы строить. Тяжелое поражение. Ну, я бы, наверное, все-таки подождал, чтобы Ахин сам отвалился. Кстати, а Дортмунд сам не отваливается еще ко мне? Начинает уже минус один. Пойдем тут разбираться с Кирасиром. Не будем Дортмунд трогать. Москва. Битва за Москву. Так, отсюда, наверное, не долетит до Москвы. Я тогда лучше этого Кирасира. И, блин, чуть-чуть не добил. А тут самолет... Значит, пересадим в Берлин. А второй... В Гамбург, наверное. Да. Так, значит, тут... Не дотягиваюсь, чтобы... Апостола приговор... Сжечь, как еретика. Сжечь, еретика. Мы продолжаем, бомбардировщики. У нас вход 6, а расходуются 4. На самом деле у нас 5... Да, это последний самолет будет. Последний бомбардировщик. У нас 6 бомбардировщиков выше крыши. Так, тут кампус убираем. Амфор, хмир. Ну, у меня, по-моему, предыдущая тоже хмирская была, да. Ну, я своих-то и так наберу. Досящихся именно к мапуче. Так, вот этот мы уберем этим археологам. Значит, надо... Ну, Инг сейчас возмутится, что я на его территории копаю, но... Я ему скажу, что археологически принадлежат всем. Понятно? Так, еще одна армия. И вот тут у нас остался. Хочу, чтобы у меня все в армиях было. Так, пока отходим. Грабим театралочку. Что-то вообще он целикамск не обстреливает меня. А что такое? Почему? Ну, тогда поплывем, наверное, дальше туда грабить. Так, а что у меня тут рабочий делает? Подождем еще летучие отряды. Тут уже лабы везде начинаем, несомненно. Амбар. Пускай растет город. А у меня что-то вообще ни одного района нету. Прикол. Ну, центр коммерции тогда. Конечно, плюс четыре, но... Рядом с вулканом... Наверное, просто центр коммерции пока здесь поставил. Есть химия. Идти мне в военную тактику или пойти вон в компьютеры? Наверное, все-таки в компьютеры. Я не успею. А хотя шесть ходов... Это девять ходов, да? Успею ли я ускорить? Идеология 2. А, ну может, Кати и успею. Частично откроем. Ух ты, Вавилон меня осудил. Не пойми за что. Я ж такой... Нет. Вы не вправе предъявлять права на историю. Я буду копать везде, где хочу. Копаю все любое. Венецианочка. Тоже зашибись. Чудеса должны сооружать исключительно мы. Так сооружай. Кто тебе не дает, что я буду ждать, пока ты начнешь сооружать, что ли? Я буду ждать, пока ты начнешь сооружать, что ли? А, слушайте, у нас аж три археолога. Ну тогда давайте, наверное, вот этим тут копать. Лаутару. Возьму уже свое. Этого тогда отправлю здесь. Выкопать. А этим на территории инка вот это. Вообще, наверное, на территории. Я бы вот этим тогда тут продолжил копать. А этот пускай все на территории инка, пока у нас союз. Я думаю, тут... Этих всем хватит. Как его? Раскопок. Все, Москва падает. А, это я грабил амфитеатр московский. Блин, надо было тогда дограбить, честно говоря. Лечимся, москву себе оставляем. Я, наверное, вот это все захвачу. Не буду захватывать фес. Пускай он отвалится. По лояльности. Или ахин. Давайте, наверное, ахин не буду захватывать. Фес я захвачу, я освобожу. Ахин быстрее. А тут сколько ему... Хотя мне надо тогда ус... А, нет, ахин следующим ходом отвалится сам, да. А, надо подумать тогда. Пока не знаю. Ну, конечно, просто тут постою пока. Ну, поплыли туда все грабить. Вот тут сейчас встану, чтобы проплыть без урона. Не хватает очков. Рыбу нет смысла брать. Я могу ее просто собрать. Но обрабатывать нет смысла, потому что четвертый радиус не достает. А вот здесь, наверное, давайте вот этого крабика, а потом вот этого крабика. Песчение шедевра. Нейтрализовать губернатора. Давайте украдем шедевр. У колумбийца. Лаба. Лаба. Универ. Пока все. Вавилон объявил войну Португалии. Ну, вообще логично, да. А, вот такой Португалии и два города всего. Вау. Вот у Португалии, конечно, хреновые места. Это точно. Так, тут мы... Тут нам есть, что поставить. Во-первых, бонус для кампусов и промышленной зоны. Это мы убираем. На селитру и уголь. Мне кажется, не надо ставить. Так, что у нас из желтых можно поставить? Центр соседства и гавани. Ну, есть смысл, потому что там верфи дают производство. Соседства и театральной площади маловато культуры. Сверху 17. Гарсонализм 17. Мне кажется, это все мало. Поселенцы. Я бы... Центра коммерции и гавани... Ну, хотя это тоже довольство и жилье. Интересно, но все-таки я так чисто на производство. Понимаете? Колониальные налоги. Производство в городах на другом континенте. Ну, у нас мало там на другом континенте. Мы же проверили, что как мерзкие все города практически. Олигархическое наследие плюс 4 было бы нормально, если бы мы не самолетами. У нас и самолетами мы это все прекрасно снесем. Это мало науки добавляет. Я бы, наверное, взял перемещение со своей территории. Логистику. Это как дополнительный... Ух ты, ракетостроение похитили. Кайф. Это здорово. Так, флотоводец. Боевой мощи. 50% боевого опыта. Следующий только через 33 хода. Ну, я возьму, наверное. Прокачался шпион. Отлично. Так, сделали в Кахоке летучий отряд. Можно объединять. Ваши инженеры и архитекторы были бы счастливее там, где у них была бы возможность расти. Например, в Бразилии. А что там вы их как-то кормите по-особенному, что они у вас расти будут? Что непонятный наезд сейчас был. Так. Ахин отвалился. Так, ну Ахин надо захватывать. Больше у него силы сейчас вообще никакая. Это два самолета и все. Так, так, и забрали. Я бы тогда, наверное, Соликамск оставил. Не забирал. Забирал бы Фес. Блин, только я его не вижу. Шорт. А вот так, если... Ну и могут корпус убить, на самом деле. Давайте попробуем, конечно. Блин, не долетает. Странно, захватил Ахин, а рабочего русского не захватил. Так, все мушкетеры армиями сделались. Минус 2,7. Ну, Дортмунд, короче, отвалится. Так что ждем исчезновения Германии. Ну, вот здесь, кстати, строить монумент нету смысла. Тут столько городов вокруг влияет и так. Так, блин, я боюсь, что могут убить меня этот корпус. Давайте в Москву перебросим. Так, они местами поменяются. Местами меняться я не хочу. Я хочу просто обрабатывать леса. Блин, а что мне надо тут за разграбление железа? Ладно, хочу культуру. Быстрее коммунизм откроем. На рост. Тут, кстати, жилья... Не, ну, кампус неинтересно. А я бы тут, наверное, аквапарк сделал. Только так, как-то, чтобы он... Не, он, наверное, не будет до этих доставать. В общем, только на эти два города. Ну, меня, наверное, сюда надо ставить аквапарк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, вообще без шансов. Мне только на эти два города будет работать. Воскарина Бабулина. Мой любимый флотоводец. Хищение технологий. Подрыв плей... А, это я сюда похищать технологии прибыл. Тут у меня два шпиона. Один технологии тырит, другой шедевры. В гифу маяк. Давайте уни... Или... Нет, универ, давайте. Надо вообще купить... Караваны. Из Гамбурга, я там помню. Причем оба... Два каравана из Гамбурга прям норм. Летучий отряд завершен. Там, правда, можно еще один летучий отряд, но мы будем лабу строить. Так, Хамурапи объявил войну Португалии и бразилец объявил войну. Ну, бразилец вообще-то никак. А вот Вавилон может, конечно, Португалию уничтожить. Кстати, обратите внимание, что вот на стандартной скорости компьютеры реально друг друга уничтожают. Потому что, напоминаю, Нидерланды... Я даже не встретил их, как они были уничтожены. А тут вон... Захваты всякие происходят. Ну, посмотрим. У португальца всего два города. По идее, его должны захватить. Это вообще к Филиппу. Давайте Филипп возьмем. Почему нет? Так, ну, Кхмера у нас... А, Женеву возьмем. Желательно разнообразие. У нас два Кхмерских артефакта. Все остальное по единице. Нет, не убило. Хорошо. 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 Он, по-моему, уже за игру четвертый раз говорит, что ему отрадно видеть, как я предпочитаю равнины, а не холмы. Вообще надоел. Так, гуманитарная помощь Трояну. Поможем. Слушайте, я бы начал... Что-то, по-моему, тут очень много просьб о помощи. Давайте что-то поделаем. У вас как бы больше всех очков. Я бы поделал помощь. Морской порт, подводные лодки. Ну, идем дальше в компьютеры. Через три хода примем классовую борьбу. Это компьютер и ускорит. Фес я, пожалуй, освобожу. Хотя он же дает науку за веру. То есть вы обращаете города, и он дает вам науку. Вообще, нет, давайте, нет, зачем он... Я оставлю себе, нет. Ставлю себе. Вы признаете, что инки повелители высоты? Это свидетельствует о вашей мудрости. О, повелитель высоты. Вот тут монумент имеет смысл купить сразу. Минус три с половиной. Нормально. Почему его рабочий стоит в Ахине? О, захватили. Фес перебросим самолетик. Блин, а что не подсвечен Питер? А Россия только со мной воюет? А, еще с Римом. Ну, Рим... Не знаю, тут никак не может к нему пройти, мне кажется. Так, из Гамбурга в Куско. И Уэлька Уаман. Фес сохраняем. Ускорили ядерную программу. А за счет чего, интересно? Есть гавань, маяк строим. Кстати, вот здесь бы я рабочего купил. Этот рабочий у нас и так занят. А вот тут еще одного рабочего вполне можно. Лесопилки, янтарь еще обработать. Давайте. О, лабу за Веру. Да. Можно построить театральную площадь. Кстати, а почему нет? Я бы на самом деле здесь построил. Что тут плюс три, что тут плюс три. Но эта клетка, вот видите, тройничок делает из... Прям этих продуктовых клеток. А тут всего плюс три. Здесь можно из этого города театралку поставить. Так ведь? Тут все плюс один. Да, наверное, мы здесь... Давайте мы вот эту клетку сюда передадим. Угу. Значит, все-таки здесь будем ставить театральную площадь. Тут тоже плюс три. Блин, слушайте, а тут тоже плюс три. Вообще, давайте сюда. Давайте я сделаю строителя здесь. Отметим, что я сюда хочу театралку, чтобы не забыть. Тут Ереван возьмем. Так, я уже всеми самолетами пообстреливал Санкт-Петербург. Можно отвезти. Чтоб не ранили. Так, а это вот здесь хоть стоит. В Харихаралае банк. Лабу. Ну, как видите... Хотя он что-то шумер ломанул. 369. Но я думаю, что это опять же лаба у них построена. Инк просто еще лабы не построил. Универ завершен. Лабы. Мини-лик. Да, видимо, тут погиб апостол какой-то. Я просто не понимаю, как там может быть мини-лик, в принципе. Так, есть еще. У меня, по-моему, только... Кирасир и еще одна вот эта вот надо. Так, а почему этот парень сюда вернулся? Санта-Крус. Или я его сам сюда отправил? Формирует армаду. Блин, ну у меня-то все исследовано. Может, давайте действительно его тут держать и возвращать мои каравеллы? Хватит уже на автомате действовать. Где вторая? Вот эту большую часть открою и все, и возвращаем домой. Блин, смотрите, Александрия у Александра отвалилась в мою пользу. Класс. Подождем, когда присоединится. Ущерб предотвращен. У меня уже практически везде дамбы построены. Так, ну, наверное, осталось... Вот тут надо собрать, чтобы производственную площадь можно было поставить потом. Хватит силы, блин, не хватает. Нам тут Дортмунд проатакую чисто. Для прокачки самолета. Ага, кирасиры хватает. Так, давайте я, наверное, вот так проатакую, чтобы точно хватило уже. Захвачена столица. Тысяча... Господи, 1350-й год, да? Самолеты Мапучи захватили Санкт-Петербург. Все как в истории, реальная история повторяется. Видите? Все как на самом деле, прям... Поразительное повторение. Немножко веры возьмем. Немножко обстреляем юниты. Так, меня удивляет, что Соликамск не отваливается. А, не отваливается, минус 14. Значит, Казань осталось забрать. Амбар или... Не, наверное, верфь. В Берлине. Это ремонт... Театральных площадей. Есть лаба. Наверное, гидроэлектростанции везде, где у нас есть. Такая возможность. Ну, лабу надо быстрее построить. Гидроэлектростанция. Ну, я думаю, надо... Надо мастерскую, потому что... Даже, наверное, куплю мастерскую. Так, а фабрика сюда действует? Раз, два, три, четыре. Ага, сюда вообще никакая фабрика нет. Еще и фабрику надо будет. Давайте, наверное, куплю мастерскую. Начну сразу дамбу. И надо запомнить, что я хочу здесь фабрику купить. Фабрика тут стоит... 12. Стоит... 1320. 12 стоит. Давайте, наверное, уже против инка держать. Я не буду на него нападать, но... Ах, тебя, у нас же тут еще японец есть. Слушайте. Немножко про японца забыл. Наверное, я бы к японцу... Вот эту всю армию отводил. Так, а где вторая пушка? Вот она. Так, сначала янтарь. Че открылась? А, тут мы что-то захватили, что дает клетку военного курса. Это альгамбра, да? Мы молодцы. Че поставим? Содержание юнитов. Ну, 42. Ну, это... Мало. Лояльность с гарнизоном нафиг надо. Счастья с гарнизоном... Уже нету, да? Доход от мародерства, набегов, прожи... Ну, я уже все, наверное. Я уже сейчас не буду ничего грабить. Хорошо. До промышленной эры включительно морских юнитов. Подлодки это какая эра? Это новое время, то есть карточка не работает. Шьёрт побери. Кавалерия. А, вообще, вот это уже все... Вот, вот эту давайте поставим. Нам надо кирасира и... Еще одного... Еще один летучий отряд. Для... Уже, чтобы у меня все было в армиях. Ну, все. В этом городе, я думаю... Ну, тут еще вот этот краб можно будет обработать, но... Как-нибудь уже не буду... Сильно спешить. Не, ну, совместная война с боливаром, извини. Нет. А вот кофе и какао... Я бы у тебя взял. Как вообще Мапуча без кофе воюет? И, вообще, вялые-вялые с утра. Такие. Потом, конечно, может, когда понюхают Напалма... По утрам. Они, может, на Напалме как раз сидят. Есть коммунизм. Принимаем коммунизм. Ускоряем компьютеры. Так. Что у нас еще? Ну, вот тут уже можно содержание юнитов, в принципе, поставить. Улучшение. Ну, блин, у меня... Хотя уже минус идет на уголь. Может поставить на уголь. Я думаю, что все остальное... Сейчас апгрейдить юниты я не собираюсь. Теряют меньше боевой мощи. Ну, не знаю, не особо... Сейчас, да. Это я все правильно поставил. Что здесь? Да, я хочу поставить на шпионов. Сюда. Торговое наследие, конечно, тоже приятно, но... Шпионы у меня... Ну, квартал Медины еще можно было бы, несомненно. Но пока так. Я понимаю, что, например, экономический союз пишет, что, типа, меньше дает денег, чем та же треугольная торговля, но это влияет и на верфи. Постоянно напоминаю, что верфи дают производство от соседства. Вот, смотрите. Тут есть верфь. Гайвань, четыре золота. Значит, что верфь должна давать четыре производства, но благодаря тому, что у нас еще карточка стоит, она восемь будет давать. А, нет, это уже четыре с соседством, то есть она должна два давать, а она дает четыре с соседством. Смотрим здесь. Вот тут верфь тоже четыре дает производство. Здесь шесть производства будет верфь давать. То есть это еще дополнительное... Дополнительное производство, эта карточка. Центр вещания, гидроэлектростанция. Есть лаба. Ну, давайте закончим, значит, с кирасиром. И еще где-то один летучий отряд нам надо, и все. Так, здесь колесо обозрения. В Берлине бабу. Вообще, эти Казань дозабираем. Эх, не долетаю. Когда немцы не станет? Чего он так медленно отваливается, не понимаю. Кстати, может мне подольше Казань забирать? Потому что когда я заберу Казань, Соликамск станет столицей. И лояльность тут побольше станет. То есть мне надо Казань, наверное, забирать в последний момент перед отваливанием Соликамска. Как-то так. Пообстреливаю в Соликамск. Просто не долетает. А так, это я просто в Санкт-Петербурге... Простите, а у нас там построился один ход до постройки последнего бомбардировщика? Ой, не то разграбил. Черт. Ну, Казаки появились в последний момент. Но это уже не поможет. Такие интересы не обработаны. Так, тут мы... Благовоние. Ну, вон хлопок я вижу не обработан. Вообще удивительно, да? Такого хрена не обработан хлопок. Вообще счастья не надо, видимо. Так, сюда я... Этот у нас вот сюда бежит. Убирать, чтобы там можно было промышленную зону поставить. Водяная мельница. Художественный музей ремонтируем. Ну, тут в космическую гонку. Надо уже идти. Переключаемся на производство. Тут и так производство. Слушайте, а где у меня вообще сидят губернаторы? Я что-то... Значит, один в столице. Я вот не знаю, стоит ли мне вообще Рейну в столице держать. Ви Майя Пура. Но, с другой стороны, у меня Нгулу самый производственный на данный момент. Анхард Холм самый большой город? Ну, да. Ну, Пингал у меня сидит точно правильно. Я не знаю, я могу на самом деле Магнуса поменять с Рейной, потому что Магнус будет давать вот эту кооперацию. Показатели производства повышаются от всех зданий. То есть, Нгулу еще более производственным станет. Космопорт тут есть где ставить. Вот сюда можно, вот сюда можно. О! Только сейчас заметил, что какой-то этот Кирасир прибежал. До свидания. Спокойной ночи. Мне кажется, это хорошая идея поменять. А тут Рейна будет, возможно, в будущем на соседство гавани. Я понимаю, что мне круче вообще держать всех губернаторов в городах, не основанных Мапучи. Кстати, может мне Виктора в Харихаралаю пересадить, чтобы она лучше росла? Да, давайте, наверное, так и сделаем. Давайте Виктора в Харихаралаю. Магнуса в столицу. Ну, а Рейну, соответственно, Вимаяпуру. У нас с кем-то... Ресами можно поторгать? У меня уже, кстати, куча ресов, которые только у меня. Красители-бразильцы. Ну-ка. А он прям вообще не хочет? Нет. За одну монету, что ли? А, тут мне надо из-за плохого отношения, то есть мне надо угадать, сколько он денег хочет. Ладно. Не буду тут долго выделываться. Все остальное, что ли, есть? Вот шелка нету, но мне и торговать не с кем. Хлопок я обработаю сейчас сам. Все остальные ресурсы, похоже, есть. Да. Класс. И зафиг знает, сколько ходов уже вышли в золотой век давным-давно. Так, будем здесь просто стоять. Флотоводцам. Блин, хотел посмотреть, когда... Город Александрия ко мне присоединится. Вот они патчами правили, что компьютер лучше действует самолетами. Вообще, как-нибудь видите самолеты, кроме меня? Хотя я не особо... То есть там самолеты уже могли давно выйти все. Тут он в компьютерах даже вместе со мной уже... Этот колумбиец точно. Где самолеты? Попытки спровоцировать беспорядки. Давайте хищение средств. Так, ну Казань. Можно будет следующим ходом брать. Но, как я и говорил, мне кажется, лучше подождать. Человек... Потому что будет как Дортмунд. Типа минус 3,8. По-моему, это медленно. Так, все задействованы. Весь алюминий задействован. Ну, я думаю, что следующий у нас Испанец. Очевидно. Тоже всю игру выделывался тут. Коников бросал, мол, я слишком много чудес строю. Кого я забыл спросить, так это Испанцы. Сколько мне чудес строить? Лаба. 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 Надо ли мне... Мне кажется, рановато, кстати, можно... О, плотины. Слушайте. Плотины надо побыстрее. Тут плотина 3 хода. Надо сейчас строить. Пять ходов. А когда у нас затопит? Десять. Да, пока мы везде успеваем. Три хода. Два хода. Хотя тут можно художественный музей закончить. Двадцать. Ну, тут сейчас подумаем. Три хода. Морская плотина. Четыре. Ну, тоже пускай лаба сначала закончится. Ух ты, шестнадцать. А что затопится в гифу? Вот это клетка, да? Ну, честно говоря... Ну, и пофигу. Хайзер. Надо только собрать артефакт здесь. Да и то я, наверное, уже не соберу. У меня больше... Нету археологических этих. Ну, может, сделаю. Ладно, тут пофигу. Гифы. Там какая-то тундровая клетка. Ну, тут морская плотина двенадцать, конечно. А вот тут, кстати, много должно затопиться, по-моему. Да. Вот эти две клетки, они вкусные. Двенадцать ходов. Это долго. Блин, что-то у меня вообще шпионы без единых проблем. Ну, я просто разведывательную поставил. Если бы я строил... Что там, резиденцию магистра, конечно, они не так бы весело работали. Так, сейчас можно попробовать собрать какой-нибудь тематический бонус. Древний мир, античность, античность. Древний мир, промышленное возрождение. Так, вот античности у меня есть. Смотрим, Филипп, Ереван, Джайя Варман. А вот и тематический бонус. Древний мир, античность, средневековье. Возрождение, промышленное, древний мир. Нам бы еще... Ну, у меня больше нету просто археологических музеев. Надо бы еще сделать. Что, возможно, соберу. Тут постою, если вдруг... Что-то русский начнет бычить. Так, здесь я хотел убрать кукурузу. Чтобы театралку поставить. Кведук в Нижнем Новгороде. Блин. Я кведук ставил, чтобы промышленную зону сюда вот бахнуть. Теперь не могу, потому что там археологические раскопки. А, ну, универ. Дом собрания. Давайте куплю дом собрания. Почему нет? Фессия. Я бы строителя, наверное, сделал, кстати. Блин, 20 ходов. Но тут так долго, мне кажется, из-за лояльности. Сейчас снова становится. Да, видите, минус 25% производства от непостоянной лояльности. Не, давайте лабы. И пошли, ракетостроение. 551 у меня. 351 у Инка. 362 у Шумера. Так, вот и хлопок добавился. Не знаю, почему хлопок не обработан вообще у России. Не понимаю. Почему куча армии у России в Казани чисто сидит? А в этих городах ее нет. Вообще, как будто он куда-то плавал. А, он, наверное, с Римом воевал. И отправил ту армию. А тут я напал. Точно. Маленькую ночную сиренаду добыли. Маленькую. Что с Соликамском? Минус 14. Это значит 28. Через 3 хода. 3 хода можем Казань пообстреливать. И надо было убить этого Казака. Там промышленную зону, по-моему... А, долетает. Отлично. Кайф. Так, здесь есть. Плотина. Полностью построенный кампус. Давайте на науку. Вот так пока сделаем. Пускай и растет тоже. Не знаю. Вот это ведомство. Неохота строить. А я вспомнил, что я деньги хотел отложить, чтобы в Уилье купить фабрику. Что я и сделал. Так, в Певине. Ну, морской порт тоже в тему. Хотя, наверное, продуктовый лучше. Он 6 пищи добавит. А потом уже можно морской порт. Хищение средств спровоцировать беспорядки. Ну, я бы в Вавилоне денежки потырил. 726. Так, рыбы, черепахи. Давайте, наверное, черепах обработаем. 164 веры. Я там какого-нибудь великого человека не хочу. Пустишь всем клеткам, на которых расположен. Нафиг надо. 4 стануки за каждую клетку с тропическим лесом. Ну, этот, по-моему, мне и так достанется. Я не думаю, что его прям надо покупать ради этого. А тут есть места, где неплохо это сработает. Давайте мы откроем вот тут территории. Ощущение шедевра. Нейтрализовать губернатора. Вероятность побега. Собираем кукурузину. Сразу ставим в очередь театральную площадь, чтобы не забыть. Еще один шпион. Ну и где его прокачивать? В Константинополе? Лаба в Вимеяпуре. Ну, тут как раз жилье... Ну, вообще, Рейна приедет, будет жилье... Но все равно давайте канализацию. Давайте канализацию. А вот тут город плохо растет. Вот здесь бы где-нибудь пригород. А вот дело в том, что и негде. То есть, тут в основном клетки на еду. Слишком много гор у этого города, поэтому он и не растет. А, ну, давайте шпиона. Торговца мы сейчас купим в самых дорогих городах. из Феса и из Уильи. Давайте в Фесе купим. Ух ты! А Россия-то хочет вернуть Санкт-Петербург. То есть, нам придется не Казань брать, а убивать храбрых казаков и кирасиров, которые попытались повернуть колесо истории вспять. Но под этим колесом скорее всего и окажутся раздавленными. Этим колесом и окажутся раздавленными. Все, армии у России нету, как ее нету и у Германии. Все, армии. Кирасир для армии. А где у нас корпус? Вот тут. Давайте я вот здесь сделаю эту аквакультуру. Блин, у меня в Куско бегает, по-моему, чуть ли не все мои караваны. С каждого ну, нельзя. Там, наверное, плюс под сорокет производства чисто от караванов, если не больше. А вот где Америка. Слушайте, а я что-то думал, что Америка на другом континенте. А они здесь оказываются. Давайте еще красить шедевры. Это я там шедевр письменности, я так понимаю, украл? А, нет, музыка. Давайте в центр вещания. Ну, просто в водорце вообще любой шедевр можно размещать. О, блин, так тут не проплыть у Японца. Ну, вот. И в обратную сторону. Тут все растает, конечно, мы проплывем. Давайте плыть сюда, просто ждать, когда все растает. И, по-моему, летучий отряд осталось. И еще один караванчик. Доступные пути. Из Уилле в куске из Нижнего Новгорода. Нет, давайте из... Давайте вообще уже вот отсюда. Я буду отсюда запускать... Ну, короче, тут буду делать космопорт. Основной свой. Спутники хочу. исследовать расщепление ядра. Исследуйте расщепление ядра. Ну, вообще... Вообще, да, давайте после спутников расщепление ядра пойдем. Что у нас тут можно... Тут все уже ускорено, кроме улучшенной баллистики. Одну мазутную электростанцию. Отменю холодную войну. Следующим ходом. У меня 600 науки. У меня, конечно, 600 науки, но... По техам впереди Гильгамеш. Кстати, а там никто вообще в космопорт это не строит уже. В ракетостроении Боливар. Гильгамеш. И... Вавилон. Слушайте. Как проверить, что кто-то... Правда, это надо быть, чтобы вся карта была открыта, но хотя бы из того, что мы видим, можно поискать. Вдруг кто-то строит... Просто уже строящиеся космопорты на карте будут показаны. Да, три космопорта строятся. Офигительное... Офигительный космопорт. Да, слушайте. Как минимум два космопорта строит колумбийц. Фак. Так мы тут как бы... Я думал, я же тут уже... Это... А я-то отстаю на самом деле. На производство, наверное, буду отправлять. Так, что-то у нас еще один кирасир прибежал умереть. Так грустно, что хочется курить. Черт. Что-то умереть. Да. Офигительный космопорта. Не пришеду. Ты собирайся. То-то, что-то умереть. Ай-да. Что-то умереть. Я-да. Что-то умереть. налеты на российские города разграбление лавры разграбление лавры мапуческими пиратами аквакультуру так тут я по моему не поставил до 3 уже больше нечего красть а он меня прокачан на что шедевр ну не знаю нейтрализовать игре нить еще попробуем шедевры где нить есть еще не театрально только в богате я вижу да ну тут вот у рима есть давайте попробуем в аквиле и потырить шедевры аквариум ну и спойль я по моему отправляю караваны то есть тут они производства ему все-таки дают плотина 9 а затопление 7 ну давайте построим оно конечно увеличится когда затопит но мне кажется я успею построить после этого да я могу кровать давайте опять из столицы да и нам вот здесь надо вырубить лес тут мне будет космопорт надо купить для этого строителя следующим ходом видимо скоткуду этих кирсировщик клепает вдруг россия при короче россия поплыла воевать с римом почему-то вообще не ожидая что и в тыл кто-нибудь ударит пока она возвращала юниты у нее уже всю страну забрали но сейчас храбрые кирасиры пытаются все вернуть взад так надо спутники все-таки сначала открыть а потом уже расщепление ядра и холодную войну давайте пока отложим монархия реформация опера и балет потрясающе престижный профессиональный спорт не ну на туризм я не буду давайте наверное вот так открою чтобы 6 послов было давайте глянем но я бы в метлу отправил меня 9 послов есть собственно и в баллонию вот так чтобы максимально работали лабы плюс 122 науки как вам так от этого инженера отказываемся пожары в лесах инков в кахамарку это у нас ищение технологий есть ли у вавилона каким технологии опять на нету только видимо у колумбии пока и у колумбии нету хорошо а у шумера и у шумера нет так что я первую по техам что ли как ним а ну у меня просто не понял не ускорение нету для этого тех кто больше ладно что у нас еще умеет а подрывать плотины да вот это я люблю давайте в нет давайте в вавилоне точно и давайте в вавилоне сначала подорвем плотину так и рейна у нас сюда прибыла так здесь мы строителя хочу купить здесь вот вырубить как раз достроиться гидроэлектростанции и космопорт начнем подиная нет вообще тут жилья нету видимо пригород надо сделать да наверное вот здесь поставлю а тут на космопорт можно оставить место то есть у россии так приличная армия была просто у рима находилась а 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 так но я же с испании не воюю а вот торговый путь русский можно разграбить пошел рост космопорт 20 но это сначала морской порт построим а потом сразу и космопорт вот сюда это дополнительные космопорты для ускорения в будущем так гидроэлектростанция готова так давайте сделаем морской порт он тоже просто еду дает рост что надо ставить килиманджаро нашел а где ты а это у испанца так килиманджаро завезло хоть и мой караван увидел я когда эпоха кстати закончится девять ходов понял то что-то как-то уже тут давно в золоте весь она все не заканчивается и не заканчивается ну ладно эпоха не заканчивается а серию я думаю можно завершить потому что россия практически взята в следующей серии мы уже до забираем ждем отваливания а так слушайте соликамск сейчас так давайте ладно еще немножко хочу россию забрать значит первым делом мы атакуем казань и забираем ее так и должен следующим ходом просто соликамск отвалиться и на радостной ноте отваливание соликамска наверное мы закончим серию если вы в соликамске тоже хотите отвалиться то нет досмотрите до конца уже самое интересное что россия дольше отваливалась чем все быстрее это все произошло чем немец я не понимаю почему а подождите могу могу предположить по нет оба в темном веке странно я обстреливаю соликамск чисто для того чтобы прокачивать самолетики передаем сюда эту клетку вырубаем и ставим здесь космопорт наконец-то я могу осудить до сискова еретика давно у меня глаза мозолил там все бегал 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 и мозолил эра кабул тоже заберу и вообще пойду дальше на испанцы тут стоим ждем открытие южного пути 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 меня пути так берлин чуть построил то алабу давайте археологический музей кахоки кавалерию ну я тут космопорт негде строить не охота рис убирать честно говоря давайте пока биржу в наги лабу и странно что я тут электростанцию до до лаборатории подождем сейчас вернемся киросир мы объединим их в армию ну что ж жизнь прожить не поле перейти какая глубокая мысль запишитесь в блокноте карандашом обязательно соликамск отвалился россии больше нет и вот на этом радостном событии я серию закончу продолжение спонсоры канала могут прямо сейчас во вкладке сообщества посмотреть для всех остальных она появится завтра и пожалуйста не забывайте делать клипы и бросать в комментарии ссылками под этим видео спасибо что смотрели играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока